Дорогие, вам ведь знакомо ощущение, когда учитель спрашивает, есть вопросы, а вы стесняетесь поднять руку и что-то спросить, ведь вопрос-то простой, и вы почему-то уверены, что все в аудитории знают на него ответ, кроме вас. В июле мы запустили формат, в котором будем отвечать именно на такие простые вопросы по разным темам, ведь именно стыдные вопросы обычно еще и самые интересные. В прошлый раз мы все узнали про самолеты, а в этот, в нашем телеграм-канале вы задали много вопросов про природные катастрофы, почему ураганы носят женские имена, зачем огонь тушат огнеметами и почему мы так плохо прогнозируем катастрофы, или все-таки нет? Попытаюсь экспромтом разобраться я, инженер и преподаватель-исследователь Петербургского политеха Александр Клюжнюк на канале Редакция наука. Не давайте мне расслабляться и пишите в комментариях, если на чем-то меня поймаете и погнали. Могут ли сами животные, не люди, устроить природную катастрофу? Ну, про катастрофы не возьмусь утверждать, а локально на окружающую среду они могут влиять вполне себе. Ну, например, бобры. Я слышал, что кроме нас мир вообще могли заполонить. Кто? Дельфины, вороны и, собственно, бобры. Они строят плотины и организовывают себе пруды. И иногда, если эта активность не контролируется, то это может привести и к локальному изменению окружающей среды. А если в этих пространствах что-то понастроил человек, то вполне себе может вызвать какое-нибудь стихийное бедствие. В 2007 году в городке Окленд, штата Мэриленд, бобры заблокировали дренажную трубу в дамбе, чуть не вызвав наводнение. А в 2010 году в Польше им все-таки удалось это сделать. А можно ли что-то считать стихийным бедствием, если его вызвало животное или человек? А что вообще такое стихийное бедствие? Обратимся к классификации МЧС. Для начала выделяют опасные природные процессы и явления. Геофизические — это моя тема как бывшего нефтяника, это всякие землетрясения, обвалы и вулканы. Метеорологические — это суровая зима, ураганы и град. Климатические — это засухи, пожары, ну и другие. А как только в них вовлекается человек, они становятся стихийными бедствиями или природными катастрофами. Или чрезвычайными ситуациями, если понятно, где мы находимся и как следует поступать. Так что не будем исключать себя или братьев наших меньших из списка. Почему природные катастрофы нельзя спрогнозировать как погоду? Ну, мы вот только что упомянули опасные природные явления. Ими занимается огромное количество ребят. Это и метеорологи, и геофизики, и гидрологи. Поэтому нельзя просто говорить про все природные катастрофы. Почему вообще происходит, например, землетрясение? Для землетрясения нужен разлом, чтобы на границах литосферных плит происходило движение. Но это не непрерывное движение. Если бы литосферные плиты на планете выглядели бы как скорлупки на яйце, никаких землетрясений бы не было. Породы на деле неровные и шероховатые, цепляются и трутся друг от друга. Какое-то время движение не происходит. На границах накапливается напряжение. Достигается некоторое критическое значение, и тогда происходит срыв. Как в детстве, когда привязываешь камушек на веревочку и начинаешь тащить, он ведь не сразу поедет. Ну и кроме того, в процессе движения по земной коре распространяются сейсмические волны. И улавливая эти волны, мы можем что-то спрогнозировать. Но полноценно предсказывать землетрясение мы не можем, потому что мы должны каким-то образом измерить силу глубоко-глубоко под землей. Мы пробуриться-то умеем, ну, максимум километров на 10-12 вглубь. Мы знаем, где вообще происходит землетрясение и где находятся в земле разломы. Мы можем говорить про риски землетрясения или производить мониторинг уже идущего землетрясения. Обычно это время очень короткое, потому что, ну вот, скорость движения продольной волны в земной коре это порядка 3000 метров в секунду, а по одной волне мы можем предсказать, что придет вторая. Это дает нам всего несколько секунд на подготовку, ну, порядка 10 секунд. Много это или мало, но как минимум за них можно успеть выйти из здания. Уже неплохо. Еще можно часто услышать про прекурсоры. Это какие-то явления, которые происходят перед землетрясением. Ну, например, как-то хитро изгибается земная кора или выделяются какие-то газы. Проблема в том, что эти явления могут как происходить, так и не происходить. Поэтому важно помнить о рисках, не забывать, в каких районах вы живете, ну и вовремя страховать свое жилье. С цунами, в общем-то, все то же самое. С вулканами все получше, чем с землетрясениями. Обычно у нас есть хотя бы дни и недели. Их активность можно предсказать по землетрясениям, деформациям поверхности, температурным аномалиям, которые, кстати, можно фиксировать со спутников, и по многим другим признакам. Судя по опыту, хоть у каждого вулкана и есть свой характер, когда таких прекурсоров много, у нас получается спрогнозировать вулканическую активность и успеть на нее среагировать. Чем дольше ученые наблюдают за конкретным вулканом, чем четче они видят его температурный и сейсмический почерк, тем лучше получаются прогнозы. Погоду, к сожалению, мы умеем прогнозировать только на короткий период. О причинах этого мы, кстати, рассказывали в выпуске про хаос. Причем всю погоду нельзя обобщать. Разные параметры прогнозируются по-разному. Например, температура – хорошо. Поэтому и все, что связано с температурой, тоже прогнозируется хорошо. А вот влажность и количественные осадки – плохо. С пожарами ученым помогает четкая сезонность. Есть два пика. Это март, когда весь снег уже растаял и остается сухая трава. И август, когда вселетние дожди уже прошли. Один из признаков будущего пожара – скопление горючего материала, сухой травы, торфа и сухостоя. А спровоцировать возгорание может долгая сухая погода, сильный ветер или низкий уровень влажности. Горячий воздух сам по себе, конечно, ничего в лесу не поджигает. Так же, как и взятая в руки бумажка, например, не загорится от того, что температура наших тел 36,6 градусов. Тут все работает вместе. Сухость, ветер и источник огня. При нагревании торфа или сухой травы выделяется большое количество тепла. Его улавливают тепловые камеры и спутники. Но иногда система улавливает ложные сигналы – стадо коров, нагретый под солнцем дом лесника. И на такую термоточку может вылететь самолет, а если она ложная, то это лишняя трата горючего и времени. С прогнозами наводнений все хорошо, если есть хороший прогноз осадков. Я уже говорил, что они обычно хуже, чем с прогноза температуры, но все-таки крупные ливни удается прогнозировать хотя бы за несколько дней. Во всех случаях важно наладить сеть станций мониторинга, а также их связь с исследователями, обрабатывающими данные, и местными властями. Гидрометеорологи – ребята, собравшие гигантские массивы данных. Так они еще и выкладывают их в открытый доступ. Неудивительно, что именно на этих данных стало так популярно строить модели машинного обучения, те, которые сейчас модно называть искусственным интеллектом. А это значит, что в будущем, возможно, мы найдем огромное количество неявных связей, которые помогут нам предсказывать все эти природные катастрофы на порядок лучше. Почему иногда лесные пожары тушат встречным огнем? А это делают. Об этом писал Паустовский в повести о лесах. Две стены пламени сшиблись, как два огромных бешеных зверя, тесно сливаясь и расшвыривая мириады искр. Это называется встречный пал или отжиг. Идея такая. Специалисты направляют свой огонь в сторону пожара и, по сути, отсекают двигающийся пожар от стального леса. Тут главное правильно все рассчитать, направить в нужную сторону и не оставить путей, по которым основной пожар мог бы проскочить дальше. Можно ли в жерло вулкана сбрасывать мусор, чтобы снизить загрязненность планеты? Вообще, звучит логично. Ведь, по идее, в жерле вулкана должно мгновенно сгорать все, включая самые токсичные отходы. И, к сожалению, нельзя. И первая и самая банальная причина – это логистика. У нас просто обычно нет под боком вулкана. И вторая – это должен быть дружелюбный вулкан, равномерно извергающий лаву на поверхность, как, например, на Гавайях. А там – это, если что, священные места. Только попробуйте сюда выкинуть мусорный пакет. К тому же падение объектов даже в такие вулканы вызывает брызги лавы во все стороны. Совсем недавно камнепад на Гавайях расплескал лаву на 30 этажей ввысь, разрушив все окружающее научное оборудование. И, в-третьих, низковатая температура, чтобы вся эта конструкция была экологичной. Вспомните вообще, что выделяют вулкан в атмосферу. Да дофига всего. Это серо, это хлор, это углекислый газ. Чтобы сжигать многие токсичные отходы, нужна или специальная замкнутая вращающаяся конструкция, в которой все будет сжигаться равномерно, или нужна температура в 4-5 раз выше, чем у магма. А что вообще такое супервулкан? Ну, это просто вулкан, извержение которого может спровоцировать изменение климата на планете. На Земле известно около 20 супервулканов, и их извержение происходит в среднем раз в 100 тысяч лет. В Йеллоустоне произошло три крупных эксплозивных извержения. Это когда вулкан срабатывает буквально как бутылка шампанского с пробкой. Извергались они с интервалом примерно в 600 тысяч лет. Когда произошло первое, два с лишним миллиона лет назад, от взрывов распадались горные цепи. Выбросы поднялись на высоту 50 километров до верхней границы стратосферы. Вулканический пепел покрыл более четверти территории Северной Америки. Похоже на картину ядерной зимы. Полевые тучи, несколько лет скрывавшие солнце, и кислотные дожди. Приятного мало. С последнего такого извержения прошло более 600 тысяч лет, и за это время произошло более 80 более мелких невзрывных извержений. Из этих извержений около 30 сопровождались потоками вязкой реолитовой лавы в кратере вулкана Кальдере, 13 потоками этой лавы за пределы Кальдеры, и 40 выходами, снова за пределы Кальдеры, темно-серого базальта. Лишь некоторые из этих извержений связаны со значительными отложениями пепла, то есть они были взрывными. Крупнейшее из них произошло около 173 тысяч лет назад, и по размеру похоже на то, что образовало кратерное озеро в Орегоне, и привело к образованию обрушенной Кальдеры, которая сейчас занята западным выступом Йеллоустонского озера. А самое последнее извержение вулкана в Йеллоустоне произошло 70 тысяч лет назад. Причем Йеллоустонский регион один из самых сейсмически активных районов США. Ежегодно там происходит несколько тысяч землетрясений, поэтому геологическая служба регулярно отслеживает там все изменения и реагирует на них. Когда же Йеллоустон снова извергнется, мы не знаем. Но у этого региона действительно большая вулканическая история, поэтому ученые продолжают за ним наблюдать. Может ли сильное извержение Йеллоустона существенно изменить погодные условия? Если произойдет еще одно его катастрофическое извержение, то может. И на многие годы. Например, даже небольшое извержение в 90-х на Филиппинах временно, но заметно изменило климат в регионе. Но можно ли прям задолго это спрогнозировать? Пока непонятно. Каждый год происходит множество природных катастроф, и то, насколько разрушительными они будут, зависит не только от их силы, но и от готовности самих людей к ним. Хрупкость инфраструктуры, бедность и отсутствие доступа к медицине делает нас более уязвимыми. Многие проекты стараются наладить связь этих структур. Например, немецкая организация Bundesentwicklung Hilft публикует отчеты World Risk Index, чтобы помогать изучению связи между природными явлениями, изменением климата и глобальным развитием общества и доступности помощи. Индекс риска в этих отчетах рассчитывают по совокупности факторов, по плотности уязвимости населения, доступа к медицине, уровню коррупции и государственным ресурсам. Выглядит это примерно так и так. По данным отчета с 2022 год, наиболее подвержены риску Филиппины, Индия и Индонезия. Наименее рискованно находиться в Монако, Люксембурге и Сингапуре. Да, многие природные катастрофы нельзя предотвратить напрямую, но можно снизить их риск, в том числе укрепляя образование, развивая медицину и в случае чего оперативно реагируя на проблемы. Те, кто строит сейсмостойкие здания, устанавливает и использует системы раннего предупреждения и инвестирует в защиту климата и окружающей среды, очевидно, лучше подготовлены к экстремальным природным явлениям. По статистике, от какого вида природных катастроф больше всего гибнет людей в год? А за всю историю человечества? Ну тут нужно подсмотреть. Согласно данным ООН, по числу погибших среди всех видов стихийных бедствий на первом месте это гидрометеорологические катастрофы, ну наводнения, например. На втором это геологические, ну извержения вулканов. На третьем техногенные, это всякие крушения и разлива. Почему дует ветер, как он набирает скорость и от чего она зависит? Тут в дело вступает моя любимая физика, ведь она работает по очень похожим правилам во всех областях. Ну, до тех пор, пока мы не начинаем работать на масштабе атомов. Так же, как тепло самопроизвольно передается от более горячего тела к холодному, газы стремятся попасть из области с большим давлением в область с меньшим. Из-за этого, например, газ так стремится вырваться из воздушного шарика. А разница давлений в атмосфере создается уже за счет разных атмосферных явлений, например, из-за неравномерного прогрева солнцем. Почему ураганы носят женские имена? Катрина, Ирма. Я слышал, что раньше ураганы называли в честь Дня Святого, когда ураган произошел. В 50-е годы прошлого века ураганы начали называть женскими именами, якобы в честь жен и тещ, которые своим взрывным характером напоминали эти катаклизмы. Что привело к логичному вопросу, а почему такие жуткие события ассоциируются именно с женщинами? И благодаря представительницам феминистического движения, через 20 лет ураганы начали называть и мужскими именами. Использование коротких и отличительных имен похоже на фонетический алфавит, благодаря которому можно быстрее и с меньшим количеством ошибок передавать сообщения, как устно, так и письменно. Как будто вы диктуете слово по буквам и говорите «М» — ну «Маша» или «Н» — ну «Нина». Это особенно важно, когда обмен сообщениями происходит между сотнями разбросанных станций, береговых баз и кораблей. С тех пор появились ураганы Эдуард и Феликс и даже ураганы Ван. Сегодня используется специальная система наименования ураганов. Это сделано для того, чтобы не появилось два урагана с одинаковым именем. И, кстати, имя урагана уже определено до его появления. Существует всего шесть списков названий на каждую шестилетку. Другими словами, один список повторяется каждые шесть лет. То есть тот перечень имен, который определен до 2023 года, будет снова актуален в 2029. Названия расположены в алфавитном порядке. То есть первый ураган в году будет на А — Анна, второй — на Б — Борис и так далее. Хотя не все соблюдают эту систему. Например, в Японии ураганам дают названия цветов, деревьев, животных и продуктов. Правда ли, что перед бурей в поле или на море затишье? Почему? Так тихо. Это затишье перед большой бурей. Вообще, что такое буря или шторм? Это просто сильный ветер порядка 15-20 метров в секунду. Причем он может быть вызван различными причинами, как циклонами или грозами. И поэтому, казалось бы, не должно существовать универсального правила, которое бы работало для всех бурь и штормов. На самом деле в затишье перед бурей мало хорошего. Ведь ровная морская гладь никак не препятствует развитию ветра, который становится все сильнее и сильнее. Такие дела. Привет, редакция Наука. Правда ли, что животные предчувствуют катастрофы и начинают странно себя вести? Во-первых, не будем забывать, что у многих животных вообще гораздо больше сенсоров, чем у нас. Например, многие птицы обладают магниторецепцией. Они буквально чувствуют магнитное поле Земли. Например, землетрясение в китайском уезде Хайчен в 1975 году было предсказано как раз благодаря наблюдениям за змеями и крысами, которые спешно покидали свои норы. Местные власти обратили внимание на их странное поведение и эвакуировали жителей за день до катастрофы. Несмотря на то, что таких случаев достаточно много, данных для полноценной статистики всегда не хватало. А новое исследование Института изучения поведения животных общества Макса Планка наконец подтвердило, что животные могут предчувствовать катастрофы. Чтобы доказать это, необходимо было соблюсти три условия. Животные должны точно определять признаки приближающегося землетрясения, менять при этом свое поведение и каждый раз делать это одинаково. Затем ученые изучили поведение животных и сопоставили полученные данные с картой сейсмической активности. Выяснилось, что поведение меняется за несколько часов, от 1 до 20. Чем ближе животное находилось к эпицентру, тем раньше оно начинало реагировать на подземные толчки. При этом оказалось, что распознать изменения в поведении групп животных проще, чем у отдельных особей. Если представить гипотетическую ситуацию, что сквозь землю пробурили скважину, в этом случае земля расколется? Вот за что люблю теоретическую физику, можно задать любой странный вопрос и просто посчитать ответ. Все зависит от диаметра такой скважины и места, где мы ее пробурим. Например, в сопромате и теории упругости существует так называемая задача Керша, о теле, который мы равномерно растягиваем в разные стороны. Если просверлить отверстие в таком теле, то напряжение вблизи этого отверстия вырастут аж в 3 раза. А что растягивает землю? Центробежная сила, причем достаточно заметная. Благодаря ней земля вообще-то имеет сплюснутую форму. Таким образом, мы можем подобрать диаметр земли так, чтобы ее, даже если и не разорвало, то как минимум вблизи него что-нибудь треснуло. В конце концов, после того, как мы пробурим такой туннель, масса земли уменьшится, скорость вращения увеличится, а это вызовет как минимум торнадо и цунами. Но это если мы считаем, что вся земля — это твердое тело. На деле же ядро земли — это шар из нагретого до более чем 5000 градусов жидкого металла, который в свою очередь расплавит любую обсадную трубу, которая должна была бы поддерживать форму скважины. Пока что самое известное путешествие к центру земли — это 12-километровая Кольская сверхглубокая скважина. На сегодняшний день это уже не самая глубокая скважина, которую вырвало человечество. Однако вы наверняка знаете ее по легенде о том, что исследователи на Кольской сверхглубокой скважине пробурились настолько глубоко, что услышали нечто, похожее на крики грешников в аду. И это 12 километров, а только до центра земли нужно будет пробурить 6000. Возможно ли такое, как, например, в фильме «Путешествие к центру земли» зайти в одной пещере в одной стране и выйти через вулкан или пещеру в другой? Мне не кажется чем-то странным войти в одну пещеру в одной стране, а выйти через эту же пещеру в другой. Ведь границы государств, они не обязательно совпадают с естественными. Например, Аргентина и Чили делят красивейшую систему мраморных пещер. Про сообщающиеся вулканы. Ну, существует гипотеза, например, о том, что вулканы Этна и Везувий работают как сообщающиеся сосуды. Почему-то, кстати, это должно объяснять то, что когда один из них спит, другой активен. Они, конечно, не в разных странах, но один из них на Пенийском полуострове, это итальянский башмачок на карте, а другой на Сицилии, вообще-то час на самолете. Поэтому если придумать такой костюм, в котором можно плавать в магме, то почему бы и нет? Но ближе всего к ответу на вопрос все-таки идея гравитационного поезда. Если нам все-таки удастся пробурить в земной коре сквозной туннель из точки А в точку Б, а затем хорошенько снизить в нем силу трения, то если отпустить челнок в точке А, сила тяжести сама разгонит его, а затем затормозит в точке Б. Почему перед грозой ласточки низко летают? Тут все просто. В хорошую погоду теплые потоки воздуха поднимают насекомых и бабочек вверх, и ласточки в поисках еды устремляются за ними. А перед дождем воздух становится более влажным, и крылышки насекомых намокают, и они опускаются ниже к земле. И ласточки за ними. Интересен вопрос про климатическое оружие. Помню, даже какая-то документалка по этому поводу была, что у американцев есть такое оружие на Аляске. Искусственно вызванные землетрясения и вулканы как вид войны будущего. Реально? Ну, начнем с того, что применение климатического оружия запрещено резолюцией ООН 1977 года, а угроза применения чего-то такого секретного — это обычно какой-то отвлекающий маневр. Во-вторых, у такого оружия есть множество проблем. Ну, например, его непредсказуемость. Тут все примерно как и у знаменитых грязных бомб. К тому же мы толком-то не умеем и предсказывать погоду, и уж тем более ее контролировать. Ребят, ну мы тучи-то не особо круто умеем разгонять. А вот что мы умеем, так это накидать ядерных бомб нередко без понимания последствий. Да, американцы действительно занимались исследованием ионосферы в проекте ХААРП. И это яркий пример того, как закрытость исследований подпитывает теории заговора. В конце 90-х появилось множество статей о том, что установка построена для того, чтобы создавать землетрясения, засуху, ураганы, сбивать с орбит спутники и многое другое. Хотя похожие комплексы есть в России, Украине, Таджикистане и других странах. Подозреваю, что либо все они умеют управлять погодой, либо никто. Влияют ли на обычного городского человека природные пожары? Казалось бы, какая связь? Ну, например, загрязнение воздуха из лесных пожаров повышает риск деменции у пожилых людей. Вообще, от загрязнения воздуха погибает порядка 6 миллионов человек ежегодно. А самые опасные частицы для нашего организма — это так называемый PM2,5. Мелкая пыль. Ее частицы оседают в легких, вызывают воспаление и, возможно, могут даже проникнуть через ГЭП. А вещества, выделяемые при пожарах, наиболее нейротоксичны и вредны для человека. Бывают ли штормы на других планетах, кроме Земли? Да. В 2018 году, например, НАСА пришлось поставить на паузу работу марсохода Opportunity из-за полевой бури. В том же году полевая буря, охватившая всю планету, помешала работе уже Curiosity. А у газовых гигантов Юпитера и Сатурна бывают невероятно мощные штормы, несравнимые с земными. Например, в 2018-м, недалеко от Северного полюса Сатурна, наблюдалось 4 вихря, длившиеся около 200 дней и прошедшие по всей полосе широт шириной от 4 до 8 тысяч километров. А на Юпитере вообще царит атмосферный вихрь Большое Красное Пятно, которое продолжается с самого его открытия в 17-м веке. Хоть он постепенно и уменьшается, и, вероятно, вскоре все-таки исчезнет. Саша, можете ли вы с первого раза произнести барабанная дробь Друзья, снова спасибо вам за офигенные вопросы. В этот раз тема была более новой для меня, а вопросы более неожиданными. Пишите в комментариях, о чем еще вы хотели бы, чтобы мы сделали подобный выпуск. И до встречи на канале Редакция Наука.